В 1955 году Эдуард Стрельцов в возрасте 17 лет стал нападающим в сборной Советского Союза по футболу, а уже в 19 олимпийским чемпионом. Но его карьера была прервана тюремным заключением по ложному обвинению. Освободившись, Стрельцов сделал главный финт в своей жизни, вернулся на поле и вновь завоевал титул лучшего футболиста Советского Союза. Продюсирует фильм Алексей Учитель. Режиссером выступил его сын Илья, в 2016 году дебютировавший с комедией «Огни большой деревни». Оба являются большими поклонниками футбола, но болеют за разные команды. Учитель старший за «Зенит», а младший за «Спартак». Вне футбольного поля Стрельцов ввел недопустимый для советского спортсмена образ жизни, был замечен за употреблением алкоголя, носил прическу «Тедди Бой», популярную тогда в политически чуждой Великобритании и не испытывал недостатков поклонницах. Александр Яценко играет главного отрицательного персонажа, начальника спорткомитета Постникова. Виталий Хаев появится в образе легендарного Виктора Маслова, который был тренером «Торпедо» во времена Стрельцова. Вместе с ними на экране мы увидим Виктора Добронравова, Стасю Милославскую и Данилу Стеклова. По словам Ильи Учителя, жизнь Стрельцова – уже лихо закрученный сюжет. Он был не только гениальным футболистом, но еще и в некотором смысле безумным человеком, и мы хотим показать его эдаким Есениным от футбола. Футбольные матчи снимали в спортивном комплексе имени Стрельцова, ранее знаменитый стадион «Торпедо». Именно с этих сцен стартовала работа над фильмом. Одним из консультантов картины выступил знаменитый российский полузащитник Александр Мостовой. Съемки проходили в Рославле, Смоленской области, Павловском посаде и в Люберцах. Спорт Стрельцов оставил в 1970 году из-за травмы. В последующие годы он работал тренером детской команды «Торпедо» и выступал за ветеранов. Эдуард Стрельцов скончался в 1990 году в возрасте 53 лет от рака легких. Связка с отцом в работе над проектом. Проблема отцов и детей не обошла нашу семью стороной. У нас абсолютно разные взгляды почти на все, что касается кино, да и футбола в частности. Периодически бывают творческие конфликты, когда отец осматривал материалы для фильма, у него было не так много комментариев. С рабочими отношениями все четко. Есть режиссер, есть продюсер, мы сотрудничаем. Единственное, наверное, спрос с меня чуть больше, нежели с любого другого режиссера на нашей студии. Одноклубников и друзей Стрельцова собрали в ресторане. Ветераны рассказывали байки и рассказывали недовольство, прочитав сценарий. У нас была встреча с ветеранами и близкими друзьями Эдуарда Анатольевича. Все собравшиеся читали сценарий, высказывали какие-то претензии, делились предложениями. Но все прошло в добром ключе. Ветераны травили прекрасные байки, которые мы пытались каким-то образом интерпретировать. Так были истории такого рода, сними мы их, огребли бы точно. Потом была еще встреча с Российским футбольным союзом, на которой присутствовал Никита Павлович Симонян. Он тоже высказал довольно много замечаний. Среди консультантов был давний друг Эдуарда Стрельцова, писатель Александр Нилин. Футбольные сцены ставили Александр Мостовой и Олег Левин. Когда только-только приступали к сценарию, в 2015 году встречались с писателем Нилиным. Продолжает Илья. Он очень много знает о Стрельцове. Александр Павлович, грубо говоря, благословил нас на то, что мы можем что-то менять. Как раз таки он понимал, что кино это одно, а жизнь совсем другое. В сценарии мы основывались на книге «Вижу поле», которую они писали вместе со Стрельцовым. Самые известные истории оттуда получились самыми кинематографичными. На них мы и опирались. Почему не взяли Нилина в качестве сценариста, мы не рассматривали такой вариант. Наверное, идея привлечь его в большей степени к работе была бы правильной, но вышла как вышло. Конечно, нам его знания очень пригодились. Когда уже начинается вот этот вертел испытаний подготовки к съемкам, возвращаться в какие-то додумки и придумки можно бесконечно. Александра Павловича мы обязательно пригласим на премьеру. Когда нам понадобился тренер на постоянной основе, мы пошли в торпедо. В клубе нам сказали, у нас есть тренер молодежки Олег Левин. Вдруг ему будет интересно, узнаете у него. Это было попадание пальцем в небо. Причем прямо в яблочко. Олег Анатольевич оказался очень творческим человеком. Существует не так много хроникальных кадров с забитыми мячами Стрельцова. Задумка моя была в следующем. Есть ведь легендарные голы, которые мы все знаем. Назовем их забитыми мячами звезд разных лет. Подумал, что было бы здорово, если бы эти голы забивал в фильме Стрельцов. На площадке были профессиональные актеры с огромным желанием учиться играть в футбол. Вспоминает тренер. Это довольно важный момент. Все без исключения были погружены в работу. Мы готовились два месяца. Тренировки были каждый день. На первую тренировку опоздала группа людей. Что вы думаете? Это было их последнее опоздание. Мне достаточно было один раз побеседовать с опоздавшими. Зато больше такого не повторялось. Многие были не готовы физически, но мы планово подводили ребят к нагрузкам. Мы разграничили тренировки футболистов и актеров, но если был выбор, старались добавлять больше актеров. К концу съемок абсолютно все заметно прибавилось и все заметно прибавили. Думаю, актеры и сами начали верить, что являются футболистами. Мы сделали фильм про великого человека. Наша цель – картину должны посмотреть очень много людей. Нилин сказал, что роль Стрельцова должен был сыграть неизвестный актер. К сожалению, сейчас такое время. Если главную роль исполняет неизвестный актер, это не шибко работает. Саша – живой человек со своей органикой и харизмой. Она есть в фильме. В силу возраста мы не могли быть знакомы с Эдуардом Анатольевичем, поэтому у нас получился собирательный персонаж, которого мы сами и придумали. Мы отдавали себе отчет, про кого делаем этот фильм. Ежедневно что-то дописывали, перепридумывали с целью достижения максимального результата. Редактор субтитров А.Семкин